Друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Вера Ушакова, доктор Вера. Я живу и работаю в Астрахани. По образованию я врач-терапевт, герудотерапевт, лимфолог, специалист по эндоэкологической реабилитации и специалист по множеству оздоровительных практик. Кроме того, я преподаю по таким направлениям народной медицины, как юмейхо, висцеральный массаж, правка живота, хиджама, герудотерапия для неврачей. У меня есть, собственно, курс лимфокапиллярной гимнастики, который я разработала. Я его преподаю вживую и у меня есть видео-урок по лимфогимнастике, который каждый может приобрести и выполнять ее дома. Кроме того, у меня есть видео-урок по самомассажу живота, по висцеральному самомассажу живота и видео-урок по применению банок, горшков и скребков, банок, горшки, которые ставятся на огонь. Я веду прием пациентов не только в Астрахани, но и в других городах России. У меня много учеников по всей стране, которые с успехом применяют практики, работают с пациентами. И если есть какие-то сложные вопросы, сложные, больные, то они их направляют ко мне на консультацию. Конечно же, у меня есть и соцсети, и YouTube-канал. Ссылки на них вы найдете под этим видео. А сейчас я хочу предложить вашему вниманию один из моих видеороликов. Надеюсь, что он будет вам полезен, интересен. И тогда вы подпишитесь на меня и будете следить за моими публикациями. Ваше доктор Вера. С большой благодарностью. Сейчас я вам покажу одно упражнение из своей лимфокапиллярной гимнастики, которое прекрасно подойдет для тех, у кого есть проблемы с дыхательной системой, сердечно-сосудистой, а также тем, кого постоянно беспокоит межреберная невралгия. Как известно, мы все практически дышим грудью. При этом вентилируются в основном верхушки легких, частично их средняя часть. А вот в нижней части легких все время возникают застойные явления. Сердце, которое находится между легкими, оно сдавливается и не может уже адекватно выполнять свою функцию по перекачиванию крови по всему телу. И положение еще усугубляется неподвижной, практически неподвижной диафрагмой, работа которой напрямую зависит от работы межреберных мышц. Кроме того, плохая работа диафрагмы приводит к застою в животе и к проблемам с кишечником и внутренними органами. Выполняя это упражнение, вы сможете улучшить кровоснабжение межреберных мышц и их способность расширять ребра при дыхании. Соответственно, улучшится работа диафрагмы, ей будет легче совершать движение вверх-вниз, легкие начнут легче дышать и сердцу будет легче прогонять кровь по телу. Само упражнение очень простое, но не у всех получится сделать его правильно с первого раза. Тут нужны внимание и регулярность. Выполняется оно лежа на спине, но я вам сейчас его покажу, сидя, чтобы было более понятно. Вся хитрость состоит в том, чтобы сосредоточить все ваше внимание на какой-то определенной части вашего тела, ну в данном случае на грудной клетке. А все остальное тело нужно расслабить. Вот попробуйте сделать вдох, глубокий вдох. Вот я его сейчас делаю. И вы видите, что у меня работает в основном верхняя часть грудной клетки, то есть расширяются межреберные промежутки верхней части грудной клетки. Я поднимаю грудь, а нижняя часть грудной клетки у меня практически не работает. А сейчас нам нужно будет сделать короткий резкий вдох и расширить нижнюю область грудной клетки, не задействуя при этом верхнее ее отдела. Вот смотрите, я кладу руки сбоку, и вам тоже надо будет их положить по бокам, то есть под грудью, с боков упереться всей ладошкой и сделать вдох. Если вы видите, у меня нижние отделы грудной клетки расширяются. Раз, и все, я их расширила. При этом я могу разговаривать, потому что я удерживаю их силой межреберных мышц, и у меня еще немножко напрягаются поясницы. Но вот здесь вот как раз и таится эта хитрость, что мне сейчас нужно сделать. В положении лежа мне сейчас нужно удерживать напряжение в межреберных мышцах и расслабить свою поясницу, расслабить ягодичные мышцы, ноги, руки, лицо, потому что вы заметите, что у вас при малейшем напряжении тут же почему-то сжимается челюсть и напрягается шея. Все остальное тело при этом нам надо расслабить и держать напряжение в межреберных мышцах, внешний отдел грудной клетки, боковая часть, задняя, ровно в течение 30 секунд. Включите себе какой-нибудь таймер и 30 минут ее удерживайте. Я думаю, что 30 секунд не подышать не составит труда, но даже если вы не сможете удерживать дыхание, то постарайтесь делать очень поверхностные, такие неглубокие поверхностные вдохи. 30 секунд и потом расслабляйтесь. Далее нужно будет перенести руки, то же самое, боковая поверхность грудной клетки, но на уровне молочных желез. И то же самое, но теперь мы раздвигаем межреберные мышцы средних отделов грудной клетки. Если вы думаете, что это невозможно, то вы ошибаетесь. Включите ваше воображение, упорство, визуализируйте именно, даже не визуализируйте, а направьте внимание именно на этот участок вашей грудной клетки, и у вас все получится, пусть даже не с первого раза. Тут самое важное, опять напрячь только этот участок грудной клетки и расслабить все остальное тело, и вот так продержаться в течение 30 секунд. Попробуйте выполнять это упражнение регулярно, по 5-10 подходов, 1-2 раза в день. Я уверена, что результаты у вас будут, просто у каждого они будут разные, и у каждого свое время для появления первых результатов. Но я уверена, что вам понравится, и буду счастлива просто получить от вас отзывы. Ну а если результат вам понравится настолько, что вы захотите его закрепить, улучшить, расширить, вы можете приобрести мой видеокурс по лимфокапиллярной гимнастике, это мой авторский метод, и решить огромное количество проблем, связанных с вашим здоровьем или нездоровьем. Ваша доктор Вера.